Здравствуйте, друзья! Я сегодня приехал в ресторан «Он Макарон», который основали Екатерина и Юрий Готова, которые являются по совместительству мужем и женой. Привет, ребята! Концепция интересная, все, что связано с макаронами, да? Да. Все, что связано с макаронами, и сейчас мы немножечко расширяем и входим в около-макаронную тему. Ну, в основном, у нас мешают макароны, макаронные изделия различных кухонь мира. Это итальянские пасты, китайские лапши, лапши с лапшой, даже салат у нас есть один из макаронами. До десерта с макаронами пока еще не добрались, но в голове одержимы, да? И в последнее время набирающую популярность вот эту бургерную, околбургерную тему, у нас есть рамен бургеры. Это бургеры, у которых вместо булочек, соответственно, булка из яичной рамы. Будем попробовать, приходите к нам в гости. Это у нас такое чувство, что у нас шеф, у нас шеф паникан с течением обстоятельств, просто съездил в нее. Приехал оттуда, говорит, ребята, 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 это такая фишка классная. На тебе, давайте, делай. Ну, попробуем, в принципе, понравилось, допустили, мне понравилось. И когда будете расширяться? В общем, это как раз планировали. Планировали, планировали, сейчас пока отбираемся, и сейчас на выбор места. Все же знают, да, что самое главное это локейшн, локейшн, локейшн. В Нижнем Новгороде не так много мест, где большие трафики, это несколько улиц. У нас пешеходная, Большая Покровская, Рождественская и торговый центр, пожалуй. Один из самых необходимых торговых центров мы уже сейчас заняли. Соответственно, у нас остается не так много всего. Это либо какой-то другой торговый центр, либо, наверное, парочка улиц. В общем, мы над этим работаем. Как только над этим что-то подходящее, то мы сразу же откроемся. Мы готовы, готовы к расширению и планируем этот вход. То есть концепт доказал свою жизнеспособность? Да, да, да. Нам сейчас чуть более года, мы сейчас уже много чему научились, поняли, что набили огромное количество шишек. Кое-что у нас отлажено, кое-что еще в процессе, но я думаю, что мы уже готовы к 20-30. Да, у нас компакты все, поэтому нет. Мы пытаемся разместиться на 60 квадратах, поэтому у нас все так. Здесь у нас преимущественно склад сухой продукции. Некоторые изделия, внизу овощи. Здесь различного рода соусы и заготовки для соуса, точнее, так скажем. Здесь, собственно, то, что мы можем прям под горячей рукой. Под горячей рукой. Бац, 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 бац. Там у нас на всякий случай лежит несколько дополнительных комплектов различной техники. Гриль, бок, сковорода, твайсер, соответственно, мойка. Все, 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 как правило. Да, и здесь посуда. Здесь на всякий случай лежит посуда, которая у нас там для приготовления. Здесь у нас там горячий цех. Здравствуйте. 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 Сами,-з Spears. Здесь повара трудятся не переставая практически все время. Они делают в режиме онлайн все заготовки на сейчас. И снабжают ими уже наш доготовочный цех, где происходит непосредственно доготовка блюд для того, чтобы их отдавать клиентам. Вот здесь мы, собственно, все заготавливаем. Кухня поделена на две части горячей цех и холодной цех. В горячей цехе мы делаем пасту и лапши. В холодном цехе мы делаем салаты и сухую наливаем. Здесь у нас, соответственно, работают наши тайцы, не корректируются и общаются впоследствии с клиентом. А сколько стоит аренда такого помещения? Сейчас 250 рублей. Это то, что дается в любом случае. Все остальное – это уже не переменные, а оборотные части. То есть 8 тысяч, условно говоря, в день нужно отбить только по аренде? Да. Тяжело. Это менее. А в Москве? Мне кажется, не намного дороже в Москве. Примерно сопоставимый уровень аренда на самом деле. Конкретно здесь – это абсолютно точно, да, уровень. Это абсолютно сопоставимый с Московской, когда же он может по некоторым позитивам, даже и мучил изделия. А сколько у вас в день проходит через вас покупателей? Если почитать в месяц, это 4500 человек делим на 3500 дней. В среднем 150, допустим. В среднем 150 человек. В среднем. В среднем 306, 309. Вот такой вот наколебный. Ну вот, можно, да, посмотреть, как спрос распределяется. У вас спрос есть небольшой. Вот в Бургер Кинг, конечно, больше. Абсолютно, абсолютно. Вот. Ну там, много нет, конечно. И несколько суши. Кризис с наявлением есть? Люди меньше едят, допустим, в общепите. Все это дело очень сильно просило, когда где-то октябрь прошлого года. Ну вот, мне кажется, мы как только открылись, наверное, у нас прямо кризис-кризис такого было. Мы перед тем, как открываться, как умные люди, как нам казалось, закладывали несколько сценарий в процессе. У нас был семистичный, оптимистичный, реалистичный. И когда мы только стартанули, это была середина августа, у нас выручка была такая, что мы думали, о, мы идем по оптимистичному сценарию. Нет, не тут-то было. Начиная с сентября выручки у нас пошли вниз, и мы на себя ощутили все вот эти вот кризисные явления. Хотя у нас сегмент ниже не высокого дохода, а такого среднего, ниже среднего. И мы понимали, что, наверное, большинство людей уйдут именно в этот сегмент, и на это мы рассчитывали. Даже на этом сегменте все равно количество посетителей оно сократилось. И вот оно начало плюсить, наверное, где-то с весны, да? Примерно, да. С весны, вот уже пошел вот так вот опять рост. А к нам все-таки идут люди, которые, ну, предпочитают нормальную, что ли, едут, здоровую, человеческую, незамороженную. Изначально возрастной цены были абсолютно разные. К нам шли люди более старшего поколения все-таки. Ну, да, например, к нашим соседям шла откровенная молодежь. Но сейчас, мне кажется, нам удалось потихоньку популяризировать лапшу, и к нам более-менее начинает подтягиваться уже аудитория помоложе. Хотя не хватку молодежи мы чувствуем, ну, вот мы сейчас работаем над тем, чтобы ее привлечь. Ну, например, мы хотим попробовать, будем начать участвовать в фестивалях, в котором сейчас одному из наших местных фестивалей. Началось с того, что надоело быть наемым сотрудникам и захотелось сделать что-то свое, что-то разумное, доброе, вечное, посеять, как говорится, да. Стали думать, с чем. С чем думали-думали гадали. Поняли, что, наверное, обеспечивая сиденье нормальным, здоровым, качественным питанием, семейным, хорошим, это хорошая идея, она будет жива даже в странной такой ситуации, которая была на тот момент, когда мы решили это сделать. И полезли именно в шаги. Ну, так вот, долго пытались что-то поменять с дизайном, работали с одними дизайнерами, пробовали с другими. В итоге сделали какой-то дизайн-проект, который еще согласовали с фантастикой, потом вышли на рабочие проекты и понеслась ремонт, ремонт, ремонт. Как раз тогда нас так очень повезло. Мы рассматривали одну из франшиз московских, и они объявляли набор на обучение. Мы купили два последнего билета, приехали с ним, там все такие мастер-донты были, там были люди, у которых огромная сеть, по 250 точек по всей стране. Ребята нам вернули, мне кажется, помню картину мира, они нас воодушевили. И мы буквально за ночь набросали концепцию нашего будущего кафе, нашего детища, созаранивали с нашим дизайнером ночью и, наверное, не спали первые две ночи, потому что обсуждали в локочек очень всяких идей. И вот уже вернувшись из Москвы, мы начали. Вообще изначально наш дизайнер, когда мы ему только сказали, что, знаешь, у нас есть идея открыть какое-нибудь кафе, и мы вообще хотим тиражировать его потом. Мы хотим делать изначально что-то хорошее и качественное, чтобы потом это можно было легко масштабировать, нести в массу хороший продукт. И дизайн должен быть соответствующим. Он говорит, я знаю, у вас дизайн должен быть таким, чтобы он был простой, но тем не менее, чтобы люди приходили и сразу понимали, ой, это, наверное, сеть. Европейская сеть. После того, как мы открылись, люди к нам приходили и спрашивали, а что это за сеть, в каких городах вы еще представлены? Мы говорим, ну, пока мы еще только-только начинаем. Нам кажется, что вроде бы неплохо все получилось у нас. И мы похожи на сеть, действительно. Пытаемся. Нам так кажется. Вот потратили значительно больше, чем хотели потратить на самом деле. Да, причем мы потратили сначала одну сумму, потом еще в процессе мы до вкладывали, до вкладывали, до вкладывали, потому что что-то мы не учили. Деньги принимали от отсюда, отхода только можно было. Понятно, да, что мы разумные люди. Может, тут больше 5 миллионов потратили? Ну, первоначально мы тапили меньше. Первоначально, да, поменьше, а потом уже с совокупными платежами у нас. Так получается, что вы не только свои деньги вкладывали, да? Ну, мы занимали у родственников, мы кредитонулись, мы продали наш автомобиль, один из наших младших автомобилей. И вот как-то вот так вот. Поэтому, учитывая то, что мы так много всего понабрали, у нас шансов прогореть практически не было. Мы вцеплялись зубами за каждую возможность. Мы ходили и думали, как нам только увеличить продажи, как нам выдастся от наших кассиров, что нам такое сделать, как нам улучшить качество наших продуктов, чтобы все как ели и говорили, ой, так здорово, так вкусно, мы обязательно сюда вернемся. И мы до сих пор продолжаем над всем над этим думать, потому что, да, нам надо, чтобы это был бизнес, чтобы это было некое, да. Давайте, удачи вам, ребят. Спасибо. И ждем вас в Москве, в Питере. Мы будем стараться. Мы будем стараться, да, спасибо. Пока. Пока-пока.